Привет! В прошлом видео я показал, как можно нарисовать линию берега при помощи Google Earth и загрузить ее в Cardplotter Lawrence, используя утилиту Genesis Live Tool, чем и существенно улучшили качество наших ботиметрических карт. Если не смотрели, рекомендую посмотреть сначала прошлые видео. Сейчас же рассмотрим, как упростить трудоемкий процесс создания береговой линии. Для этого нам потребуется GIS программа или по-другому редактор карт. Я использую Global Mapper, но это может быть и любая другая с аналогичным функционалом. Начнем с рисования линии берега в Google Earth. Но теперь мы не будем плавно отрисовывать множество точек, как делали раньше, а ограничимся прямыми линиями. Добавить полигон. 30%. Просто отмечаем все узловые точки. Можно чаще, можно реже, кому как нравится. Готово. Намного быстрее, не правда ли? Нажимаем ОК и, как и в прошлый раз, сохраняем. Сохранить как? КМЛ файл. Берег. Хорошо. Теперь запускаем Global Mapper. И первым делом проверим его настройки. Заходим в Tools. Tools. Configure. General. Measure Units. Проверяем Position Display Format. Должен быть, как у меня. Lat, Long. Плюс-минус. Вот так. Дальше идем в Projection. Здесь Geographic. Latitude, Longitude. Datum. VGS 84. Ок. Открываем КМЛ-файл. Global Mapper. Убедитесь, что в правом нижнем углу у вас, как и у меня, широта-долгота через точку. Берем карандаш. Выделяем полигон. Вот его стало видно. Первым делом преобразуем полигон в линию. Вот этой кнопочкой. Create Line From Area. Нажали. Ок. Теперь это линия. Нам все еще нужно, чтобы множество точек заполняли эту линию. Как и тогда, когда мы рисовали это руками. Поэтому нажимаем правой кнопкой мыши. Crop Combine Speed Functions. Resample Speed Selected Features. Здесь ставим галочку Sample Features at Fixed Distance. И дистанцию указываем 1 метр. То есть, как часто ставить точку по этой линии. Каждый 1 метр. Ок. Вот мы получили такую картину. Все готово. Осталось правильно сохранить, экспортировать точнее, нашу линию. Выбираем Export. Export. Vector. Здесь, в выпадающем списке, выбираем x, y, z, sim, полоски, текст файл. Ок. В настройках проверяем, что стоит точка, как разделитель координат. И здесь, y, затем x. Ок. Сохраняем наш файл. Как обычно, называем берег CSV. Сохранить. Посмотрим, что получилось. Файл появился. Файл появился. Открываем его. Можно просто открыть в блокноте. Или Notepad++. Смотрите, глубина у каждой точки минус 999. Это произошло потому, что мы в программе не задали никакой глубины. Это легко исправить. Правка. Заменить. Ctrl-H. Что? Минус 99999. Заменяем на 0. Заменить все. Готово. Пустую строчку удалю. Сохраним. Что делать дальше, вы знаете. Объединяем получившийся файл с тем файлом, который генерируется из папки Genesys. Затем генерируем обратно папку Genesys Live Out и заливаем ее на прибор. То есть все точно так же, как в прошлых видео. Давайте рассмотрим еще один способ. Допустим, ваш водоем огромен и обводить его даже прямыми линиями достаточно долго. Воспользуемся картами OpenStreetMap и получим нужный нам контур. GoogleOS нам больше не потребуется. Закроем. Заходим на сайт. OpenStreetMap.org Давайте выберем водоем побольше в этот раз. Вот этот подойдет. Нажимаем кнопку Export. Выделить другую область. Нам предлагает регион. Ограничимся нашим водоемом. Лишнего нам не нужно. Нажимаем экспортировать. Получился файл с расширением OSM. Его можно открыть так же в Global Mapper. Итак, файл открылся. Вот наше озеро. Берем карандаш. Выделяем его. Я хочу избавиться от всего лишнего. Edit. Скопировать. Edit. Вставить. Выбираем вставить в новый слой. Ок. Здесь у меня появился еще один слой. Предыдущий я выключаю. В новом слое у меня остался только водоем. Дальше производим те же самые действия, что и в прошлый раз. Сначала преобразуем в линию. Линия у меня создалась снова на новом слое. Поэтому выключаю предыдущий. Здесь уже просто линия. Снова делаем все те же самые действия. Круп комбайн. Ресэмпл. Fixed Distance. 1 метр. Ок. Получилась такая линия. С множеством точек. File. Export. Vector Lidar Format. Проверяем настройки. Ок. Назову берег 2. Сохранить. Появился. Как и в прошлый раз открываем блокнотом. И правка. Заменить. Такую глубину на нулевую. Заменить все. Сохранить. Вы можете сделать сколь угодно много таких файлов. И потом их просто все объединить копированием вставкой в один большой. А из него создать при помощи Genesis Live Tool вот этой кнопочкой папку Genesis Live Out, которую зальете на прибор. Надеюсь видео было полезным. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok